На областном спортивном празднике старт Ярославии воспитанники Угличского детского дома оказались сильнейшими, опередив соперников из 20 команд нашей области. Соревнования старты Ярославии, вероятно, будут традиционными. В этом году они проходили уже второй раз, а прошлый год они дебютировали. Инициатором этих соревнований был губернатор области Анатолий Иванович Лисицын. И непосредственно в прошлый год они проходили под кураторством вице-губернатора Ирины Ильиниши Скороходовой. В прошлый год мы заняли второе место. Участвовало 28 команд. Это детские дома, интернаты и центры реабилитации. Очень хорошо нас принимали. Каждой команде выдали специальную единую форму одежды. Старт Ярославии было написано. Все команды были награждены. Непосредственно мы, как призеры тех соревнований, получили от вице-губернатора DVD. В этом году программа уже была более насыщенной. У нас было 10 эстафет. Каждая эстафета предъявляла к детям в такие физические качества, как быстрота, выносливость, сила. Все нужно было применить. И мы усиленно готовились. У нас было положение заранее нам было прислано. И мы готовились к этим соревнованиям. Детям очень повезло, что у нас в детском доме с ними занимаются педагоги высшей категории Даулетов Маким Даулетович, педагог высшей категории Виктор Мишклементьев. Так что мы очень усиленно готовились и рассчитывали на какое-то, как минимум, призовое место. Ну и какова же была программа этих соревнований? То есть вот первый, второй день? Значит, в первый день соревнований у нас была презентация команд. Каждая команда в зале, на сцене представляла себя, свой город, эмблему. Далее у нас были тренировки. С Ярославля приехало около 30 студентов педуниверситета, факультета физ. воспитания. К каждой команде был представлен куратор из числа студентов, которые проводили тренировки, помогали детям к этим соревнованиям. Вот. Но вечером была дискотека. Еще с кураторами, с педуниверситетом наши дети общую собрали сборную команду, мы играли в футбол. К сожалению, немножечко дети проиграли взрослым, но игра была очень интересная и азартная. А о самих соревнованиях какие, на ваш взгляд, вам наиболее удалить? Какие места вы занимали в остальных? Какие были самые сложные? Ну, практически мы были готовы выступать во всех десяти эстафетах. Где-то ниже пятого места мы не опускались нигде. Обычно у нас первое, второе, третье. Но вот пятое, там сложно было работать в парах со скакалками. Очень сложные были элементы. Ну, в общем, все равно у нас итог был хороший. Кстати, а какая атмосфера царила на соревнованиях? Была ли атмосфера конкуренции такой вот? Борьбы или дружбы? Ну, во время соревнований, естественно, была жесточайшая конкуренция. Ну, а вот в те моменты, когда у нас были дискотеки, дети знакомились между собой. Многие уже были знакомы, знают, встречаются где-то в пионерских лагерях, которые вот для детских домов. Вот. Встречались мы. И прошлый год вот на этих соревнованиях наши непосредственные, кто вот близкие соперники, мы общались уже как друзья. Только вот на спортивной арене была жестокая, так сказать, конкуренция. В том году вы сказали, вам подарили DVD-проигрыватель, да? А в этом году что вы получили за первое место? За первое место в этом году мы получили великолепный велосипед, также набор спортивного инвентаря. Там мячи были, скакалки, дартс. Ну, много нам подарили. Ракетки теннисные. В общем, все для спорта. Я уверен, что эти соревнования будут у нас традиционными, так как губернатор области Анатолий Иванович, это его инициатива, я думаю, что они будут продолжаться. Ну, позвольте вас еще раз поздравить с этим успехом. Ну, а мы будем надеяться, что вы наш город всегда будете знамя нашего города нести высоко, и в призерах, по крайней мере, вы будете. Так что поздравляем и надеемся. Спасибо, будем стараться. Спасибо.